Выбор конкурирующих теорий, исследовательские программы и исследовательские традиции. В предыдущих видео мы рассматривали две концепции. Концепция фальсификационизма Карла Поппера и концепция революции и научных парадигм Томаса Куна. В этом видео мы рассмотрим две концепции, которые пытаются решить проблемы, существующие у Томаса Куна и Карла Поппера. Итак, что это за проблемы? Как ученые выбирают между конкурирующими теориями? Вот согласно Карлу Попперу, его принцип фальсификационизма, если ученые видят, что его поисказание, которое дает его теория, не реализовалось, то он должен понять, что не так в этой теории. Если он получил данные, которые противоречат его теории, то он должен отказываться от этой теории. И этот критерий кажется слишком строгим. То есть, на самом деле, ученые так не действуют. Они скорее склонны... То есть, если бы они так действовали, то никакая длительная исследовательская программа была бы невозможна. Они бы как бы слишком боялись своих ошибок. Слишком должны были бы отказываться от своих теорий. И вот это подметил Томас Кун. И он предложил свою теорию, теорию парадигм, где ученые просто воспитаны в определенной парадигме. Они работают в ней. Они как бы слепы по отношению к ее ограничениям. И поэтому они склонны как раз таки не видеть. То есть, если они видят эту аномалию, то, что противоречит этой теории, они склонны скорее придумать оправдание. Придумать либо какую-то дополнительную гипотезу, дополнительную теорию. Либо может даже не заметить то, что противоречит их теориям. И эта концепция кажется слишком иррациональной. Ну, или она предлагает иррациональные критерии для отказа от теории. То есть, по сути дела, вы как бы слепо верите в свою теорию и не готовы от нее отказаться. Либо только тогда, когда происходит какая-то революция. Но ваше, вот как ученого, ваше размышление на тему, хорошая ли моя парадигма или нет, она согласно Куну, вот в рамках нормальной науки, нереволюционного, предреволюционного состояния, эти вопросы как бы никто себе не задает. И это тоже кажется, вот с одной стороны, это иррациональные критерии. То есть, просто ваша вера, то, как вас обучили, то, у кого вы учились, это иррациональные критерии. А с другой стороны, он, то есть, вот психологические критерии. А с другой стороны, у вас нету никакого рационального инструмента понять, какая же концепция лучше. Потому что вы как бы слепы по отношению к тому, что находится за вашей парадигмой. Вот попытку решить эти две проблемы была принята прежде всего, первым, хронологически, значит, в 70-х годах, Эмрелло Катосом, который, этот философ, ну, он предложил исследовательские программы, заменить исследовательские программы парадигмами. Значит, он попытался, как бы, соединить Карла Поппера и Томаса Куна, взять у них, как бы, лучшее и придумать такую, значит, программу. Сейчас я про нее расскажу. Ну, буквально, несколько штрихов к портрету самого Эмрелло Катос. Локотоса, Локотоша. Он, Локотош это по-венгерски, Локотос это более англый вариант, который принят и сейчас в России, и прежде всего опирается на то, как он писался на английском языке. Потому что Эмрелло Катос родился в Венгрии, ну, или в той части Австро-Венгрии, которая как раз на территории бывшей. Эмрелло Катос родился в Венгрии в 22-м году. Эта территория совсем недавно еще входила в состав Австро-Венгрии, ну, как раз где родился Карл Поппер, который это сделал чуть раньше. Значит, он, будучи евреем, он участвовал в антифашистском подполье во время Второй мировой войны, а после нее он оказался признан диссидентом по отношению к Венгрии, которая, значит, возникла уже после Второй мировой войны. Он три года сидел в тюрьме, и после этого он в середине 50-х годов эмигрировал в Англию, где начал работать вместе с Карлом Поппером. Значит, какая концепция... И, к сожалению, он умер в самый разгар... Да, вот что-то нужно отметить, что умер он в самый разгар дискуссии Томаса Куна с Карлом Поппером. Ну, предложил свою, он пытался моделировать эту дискуссию, предлагая такой симбиоз. Значит, что он предложил? Он сказал, что, смотрите, у каждой исследовательской программы... Это такой большой коллективный проект, много ученых в ней. Ее разделяют, эту исследовательскую программу. И в ней есть такое жесткое ядро, которое не меняется. Какие-то постулаты, которые вообще не могут измениться без того, чтобы программа была разрушена. И есть так называемый предохранительный пояс, который состоит из гипотез как бы поменьше и эмпирических исследований. Значит, что он пытался таким образом решить? Согласно Карлу Попперу, мы видим, да и Томасу Куну, ученые сталкиваются с аномалиями. Вот если у вас хороший предохранительный пояс вашей исследовательской программы, вы а. сталкиваетесь с меньшим количеством аномалий, б. предлагаете решение разных проблем. И это сделано для того, чтобы можно было сказать, что у нас есть прогрессивная программа, то есть, что программы сами по себе испытывают как бы разные периоды в жизни. Вот у вас появилось исследовательское ядро, и оно дальше начинает обрастать вот этим защитным поясом. Что именно? Это прирост успешных предсказаний, прирост эмпирических данных, все большее количество людей начинает работать в этой, успешно работать в этой гипотезе. И таким образом вот этот защитный пояс растет. Однако, если мы видим, что в какой-то момент у этой исследовательской программы возникает проблема, там становится больше аномалий, значит, их надо как-то решать. Для этого, вот, как по Карлу Попперу, мы должны придумать гипотезы Эдхо, какие-то дополнительные гипотезы. То есть, ученые не бросают свое дело, они не бросают исследовательскую программу. Но она становится более, то, что он называет, испытывает период регрессии. То есть, она становится более, например, менее связана с ядром программы, сам вот этот вот защитный пояс, он уменьшается, становится более рыхлым и более странным. Ну и, соответственно, то есть, вот это разделение исследовательских программ, значит, на две компоненты, позволяет решить проблему Карла Поппера о фальсифицируемости. То есть, фальсифицируемость ядра невозможна, без того, чтобы от него отказаться. А фальсифицируемость вот этого пояса защитного, она возможна. Только мы будем, как бы, считать, что это не очень хорошее, что эта исследовательская программа находится в стадии регресса. Значит, что это дает нам? Значит, первое. В отличие от парадигм, исследовательские программы не являются тотальными. То есть, ученые могут видеть разные исследовательские программы, они между собой конкурируют как раз-таки. Вы, как индивидуальный исследователь, можете видеть, что одни программы находятся в стадии прогресса, а другие в стадии регресса. И таким образом вы можете еще оценивать эти программы. Вот все это было невозможно в рамках Томаса Куна, программы его, его теории парадигма. Значит, и вот то, что мы можем рационально таким образом выбирать, исследователи могут рационально выбирать между исследовательскими программами. Вот это такое значение, почему исследовательские программы лучше парадигм. Эту теорию, в свою очередь, модифицировал Ларри Лауден. Мы уже с ним встречались. И он предложил использовать... Тут, кажется, на мой взгляд, не очень удачный термин, потому что оно какое-то масло масляное. Он предложил использовать вместо исследовательских программ так называемые исследовательские традиции. Кажется вообще синонимично. Программа, традиция, чем это отличается? Отличается, если очень коротко, отличается степенью жесткости этого конструкта. Ну, программа или традиция. Программа должна иметь ядро, защитный пояс. Традиция – это значительно... Это как бы прочее, оно более описательное. У нас есть разные традиции. Значит, на слайде вы видите книжку, которую, значит, две книжки, которые издал, конечно, он издал больше, но мы видим только две. Значит, одна из них – это «Прогресс» и его проблемы. А другая посвящена... И эта книжка посвящена... В 1978 году вышла она посвящена философии науки. А другая книжка, она посвящена... Вот называется «Книга риска». Она посвящена анализу того, как принимается решение в условиях риска. Я хочу продемонстрировать, как работает эта сельская программа на, скорее, вот примере из этой книги. Значит, что... Что предлагает Ларри Лауден? Он предлагает отказаться от этих ядра, защитного пояса, как излишними. А просто говорить о том, что на самом деле ученые понимают решение как такие рациональные экономические агенты путем анализа затрат и выгод. И вот размышление о риске, оно на самом деле всегда вот... И устроено таким образом, что мы взвешиваем наши затраты и наши возможные выгоды. Значит, вот я приведу пример. Ремня безопасности в машине. Идея такая, что вообще-то люди нравятся ездить без ремня безопасности, но это, к сожалению, очень опасно. Можно решить, снизить риск, можно тем, что просто сделать в машинах ремень безопасности. Вот впервые эта фотография человека, который впервые придумал для потребительской, для обычной машины, Volvo, ремень безопасности. И идея заключается в том, что мы можем... Когда вы надеваете ремень безопасности, вы понимаете, что вы за очень небольшую трату возможно получите большие выгоды. Ну, если вам не повезет, вы попадете в аварию. Значит, ученые могут заниматься тем же самым. Они могут пытаться понять, стоит ли мне заниматься той или иной исследовательской программой или принадлежать той или иной традиции, в зависимости от того, какие риски, какие затраты и какие выгоды это ему сулит, ученому. И при этом они, таким образом, они могут необязательно доверять свои программы, как, вот согласно Томасу Куну, просто как религиозному... как религиозной концепции. Они могут просто быть, ну, вроде как инвесторов. То есть они могут инвестировать в несколько программ, они могут, измеряя свои, вот сколько будет, насколько затратно для вас будет освоение той или участия в той или иной исследовательской традиции, исследовательской программы. И вот, когда вы... То есть оно может быть обусловлено вашим пониманием, как устроен мир, оно может быть условлено просто тем, где вы находитесь здесь и сейчас. То есть, если вы, например, в России находитесь, вам сложно взять и примкнуть в программе какого-нибудь ведущего американского университета, если вы не обладаете какими-то связями, вообще пониманием того, как это устроено. Значит, то есть это хорошо объясняет, почему рациональный выбор может быть, почему люди делают, выбирают разные научные теории, исходя из тех ресурсов, которые есть. И здесь мы можем как бы сделать следующий финт, уже на следующее видео, на следующие темы. Это разные подходы к тому, как должна работать наука. Мы можем иметь взгляд с позиции индивида, то есть мы как индивид рационально пытаемся понять, куда нам надо вкладываться, а можем с позиции вообще того, что для науки хорошо.